Салют, пипл, с вами Хьюман и как всегда глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Очень полезно и вкусно. Итак, друзья, сегодня отличная новость и данные об окончании дефицита полупроводников. Потом мы с вами посмотрим на немощный результат тестирования видеокарточки от AMD, refresh, ну а в конце крошечка информации о новых видеокарточках Intel и ноутбуках. Погнали. Опираясь на сведения CounterPoint Research, они нам сообщают о том, что нехватка полупроводников будет снижена во втором полугодии этого года. Это отчет, в котором основное внимание уделяется Китаю как одному из крупнейших производителей полупроводников. И все это показывает, что разрыв между спросом и предложением сокращается с конца прошлого года. То есть сейчас наблюдается явное увеличение наборов микросхем, а также процессоров приложений и RF оборудования, которые связаны с 5G, ну и самое главное для нас это комплектующий для ПК. А далее цитата. «В сочетании с расширением производства пластин и постоянной диверсификацией поставщиков, мы стали свидетелями значительного улучшения ситуации с поставками компонентов, по крайней мере в первом квартале», так сказал аналитик Уильям Ли, который специализируется на полупроводниках и компонентах. И да, это в противовес информации генерального директора Резбери Пи, если что, это Эббен Аптон. Он в свое время говорил достаточно аргументированно о глобальной нехватке электроники, как изначально из-за пандемии, так и потом, потому что произошла война с Россией и Украиной. Тем не менее, анализ Ли как раз таки предполагает снижение отгрузок товара. Потому что как раз таки во время дефицита было расширено производство, а логистика страдала. Теперь все меняется. То есть, говоря простым языком, когда была пандемия и доставить было что-то очень сложно, даже в угоду дефицита и повышенного спроса, сейчас логистика улучшилась, доставка, ну теперь попроще, невзирая на военный конфликт Украины с Россией. И в итоге, ну я не скажу, что это перенасыщение, но товара стало больше. Следовательно, больше будет не спрос, а удовлетворение конечного потребителя. А учитывая, что глобальные поставки увеличились еще в прошлом году под конец прошлого года на 3,1%, это касается именно доставки ПК, комплектующей и так далее, то CounterPoint Research полностью уверен, что под конец 2022 года все нормализуется. Что с дефицитами и профицитами, что с логистикой и так далее. Но, ребятки, нужно быть готовым еще и к тому, что все-таки ковид никуда не делся. И вот ныне при закрытой Китае в тех или иных областях и отраслях, ну об этом нам напоминает. Поэтому, тут процитируем, в прошлом году цепочке поставок повезло, но это последняя волна ковид, большое испытание, с которым непосредственно Китаю нужно справиться осторожно, но быстро, объяснил нам Лам, старший аналитик фирмы CR. За новые видеокарточки от AMD, то есть рефрешки, я вам уже говорил, причем неоднократно. Но вот не было никакой четкой информации о том, что кто-то получил уже что-то на руки, хотя бы тестовые образцы, где бы мы увидели результаты. То есть об этом как бы инфы кот наплакал, но тем не менее, они есть. Именно в данном примере сегодня я вам покажу разницу между обычной ванилью 6700XT и новой рефреш видеокарточкой 6750XT. По большому счету это точно такая же видеокарточка, на тех же 12 гиг и с той же DDR6. Вот только скорость здесь у нас должна быть побольше, уже 18 гигабит в секунду. Плюс, дополнительная вторая плюшка, на этом, собственно, отличие все и заканчивается, это большая тактовая частота. Я знаю, что многих из вас это просто посмешит, потому что видеокарточки и так можно как бы погнать, а тут AMD типа рефреш делать, но тем не менее. В итоге, пока что результаты по тестированию, скажем говоря, мягко не очень. Я понимаю, что здесь нужен именно спектр каких-то игр, и, может быть, рабочих программ, мы имеем пока что только один результат, но все же он не впечатляет вообще. У нас с вами есть один-одинехенький тест от GFX Bench. В итоге, видеокарточка RX 6750XT в тесте Aztek Ruins High Tire составляет 366,5 кадров в секунду. То есть всего лишь на 1-2% выше, нежели у ванилья 6700. И, к слову, обе карты работают на одном и том же графическом API DirectX. Но это я так, на всякий случай. И на этот счет я жду ваши мысли. Ну а сами же рефрешки поступят в продажу уже 10 мая. Так что ждем. Про переносы релизов карты, то мы с вами уже поговорили. Про первые ноутбуки с теми же видеокарточками Intel тоже речь вели, которые как бы вроде вышли, но где они, как их найти, где купить, очень сложно. Помимо Азии, и то в маленьком количестве, и, возможно, в перспективе, как мы недавно говорили, в США и Великобритании. Но теперь в свет поступили новые мобильные рабочие станции. Скажем так, ноутбуки профессионального уровня, они тоже могут быть там, грубо говоря, условно бюджетные, среднего класса и высокого, но тем не менее, они рассчитаны непосредственно на работу. И вот эти видеокарточки, эти видеокарточки, эти ноутбуки засветились уже в Индии. Итак, совсем недавно, Dell обновила свои линейки ноутбуков Precision и Latitude. С новыми процессорами Intel, естественно. Да, именно с процессорами. А вот теперь кажется, что производитель ПК из Остина станет первым поставщиком оборудования, который поставит мобильную рабочую станцию с одним из новых графических процессоров Arc Alchemic. История тут следующая. Когда компания впервые представила Precision 5470, у клиентов была возможность настроить устройство либо со встроенной графикой Intel Iris XE Graphics, либо с графическим процессором Nvidia RTX A1000. Однако, согласно списку на индийском веб-сайте Dell, клиенты теперь также смогут оснастить ноутбук Precision 5470 новым мобильным графическим процессором Intel Arc Alchemic A370M Pro. И, кстати, что меня удивило, этот ноут рабочий, да, как рабочие станции позиционируются, хоть и, условно, начального уровня, но он при этом еще и тонкий. Правда, здесь, конечно, тогда будет вопрос по охлаждению, как там и что будет разбираться. Потому что, если это условно мощный ноут и тонкий, он может сильно греться. Более того, при этом нужно сепарировать графику на два вида. Потребительская и профессиональная. Потому что, как раз-таки, в этом случае вторые используют видеокарточку так никак не используют игры. Следовательно, забирает больше ресурсов у графического процессора. То есть, вы понимаете, да, программное требование от видеокарты больше. Ну а второй, немаловажный параметр, то, что профессиональные варианты ноутбуков, они всегда требуют надежности и стабильности во время работы. Следовательно, зачастую там частоты в графическом процессоре в видеокарте пониже, а значит, стабильнее и долговечнее. Ну и как ни крути, пока что это чудо от Intel можно приобрести только в Индии. Так что, друзья, не знаю, как именно вас, но меня пока что Intel расстраивает. Лучше бы они просто пока что оттягивали свой релиз видеокарт и так далее, чем выпускали где-то по кусочкам ноутбуки, которых там проблемы с софтом, сложно купить и так далее. Так себе. Ну а на сегодня, ребятки, у меня для вас все. С вами как всегда был Хьюман, как всегда подписывайтесь на мой игровой канал и как всегда, кайфовые вам игры.